В Кабмине сегодня занимались земельными вопросами. На заседании изменили правила аренды государственной земли. Теперь выделять участки госземагентство сможет только через аукционы. При этом максимум на 7 лет. Еще одно нововведение ограничивает количество земли, которую чиновники раздают бесплатно. Площадь таких наделов не должна превышать четверти участков, выделенных для аренды на аукционе. В приоритете по-прежнему остаются участники АТО. Это позволит сократить количество махинаций, как утверждает премьер. Владимир Гройсман также поручил МВД провести тщательную проверку подобных инцидентов. А Минэкономики подумают, возможно ли проводить аукционы через систему Прозорро. В целом ожидают, что благодаря аренде поступление в местный бюджет увеличится минимум на миллиард. Подчас оформления земельных делянок на местах. И процесс свечет информация правоохранительных органов, в том числе и затримания. Есть тотальное зловживание земли на местах. В соответствии, это терпеть невозможно. И нужно принимать решения, чтобы скасировать любые возможности, любого чиновника на любом месте, зловживать земельными ресурсами. Переважная большинство договоров, укладанных чиновниками Держземагентства, была подписана на термин максимально возможный 49 лет и с минимально возможной ставкой аренды 3%. То есть это фактически подарена земля и это великое значение того, что в этих решениях есть коррупционные риски. Говорил премьер и о продаже земли. Эту реформу пока обсуждают, но Гройсман утверждает, что благодаря ей в селах увеличится количество рабочих мест и будет развиваться малый и средний бизнес.